В Ленинск-Кузнецком управлении пенсионного фонда пенсии проиндексированы более чем у 5 тысяч получателей. Пенсия выросла в среднем на 890 рублей, а средний размер социальной пенсии после повышения составил 9 тысяч. Социальную пенсию у нас получают детки-инвалиды, инвалиды с детства, инвалиды первой, второй, третьей группы, не имеющие страхового стажа, дети по случаю потери кормильца, потерявшего одного или двоих кормильцев, а также лица, достигшие возраста 60 женщин и 65 лет, мужчины, у которых на момент назначения пенсии не выработан страховой стаж необходимый. Самый задаваемый вопрос, который адресуют получатели сотрудникам пенсионного фонда, индексируется ли вместе с пенсией стоимость набора социальных услуг? Ответ положительный. И с 1 апреля стоимость соцпакета подрастет и составит 930 рублей. Набор социальных услуг. Это у нас лечение. На лечение там будет порядка 700 рублей. Это будет у нас санаторно-курортное лечение. Там 116 рублей и 102 рубля. Это бесплатный проезд на пригородном транспорте. Участники и ветераны Великой Отечественной войны также в центре внимания апрельских изменений. Указом президента Владимира Путина в связи с празднованием юбилея Победы некоторые категории граждан получат единовременные денежные выплаты. Например, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам и вдовцам инвалидов и участников Великой Отечественной войны, погибших во время войны, а также умерших уже в мирное время, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узником концлагерей, эта выплата, подчеркну, выплата, составит 7 тысяч рублей. Лицам, которые трудились во время Великой Отечественной войны с 1941 года по 1945 не менее 6 месяцев, а также имеющие награды СССР, единовременная выплата будет составлять 3 тысячи рублей. Таким же у нас еще категориям относятся бывшие совершеннолетние узники концлагерей. Единовременные денежные выплаты участники и ветераны Великой Отечественной получат до конца мая, а проиндексированные пенсии пенсионеры города уже получают с 1 апреля. Продолжение следует...